Сегодня депутаты краевого парламента впервые в новом году собрались на заседание. Одно из ключевых решений, теперь любой нуждающийся в улучшении жилищных условий в Алтайском крае может получить 100 кубометров деловой древесины. Кроме того, парламентарии согласились с предложением главы региона Александра Карлина и утвердили ежемесячную денежную выплату для некоторых категорий социальных работников. Продолжит Николай Тихонов. Раз в 25 лет каждый житель края, признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеет право получить 100 кубометров деловой древесины для строительства или ремонта жилья. Однако на практике при самостоятельной заготовке на неарендованных участках процент той древесины, которую можно использовать по прямому назначению, варьируется в диапазоне от 30 до 50. Остальное идет на дрова. Так быть не должно, посчитали депутаты и внесли уточнение в краевой закон. Раз 100 кубометров качественного леса положено, значит столько и должен получить нуждающийся. Закон вносится изменение, согласно которому объем пригодный для строительства и ремонта древесины в лесных насаждениях, отведенных под заготовку, должен соответствовать заявленному гражданину объему. Еще один важный вопрос, который рассмотрели депутаты. В 2015 году ряд краевых государственных бюджетных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сменил статус с образовательного на социальный. В связи с этим некоторые работники утратили право на ежемесячную денежную выплату по замене льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретению твердого топлива. А это 770 рублей в месяц. Вопрос был внесен губернатором Александром Карлиным, принят единогласно и в окончательной редакции. Отдельный блок вопросов касался кадровых изменений в составе АКЗС. Так, Комитет по социальной политике теперь возглавляет Татьяна Ильюченко. Прежний председатель Елена Гергель стала ее заместителем. Не думаю, что кардинально что-то изменится. Как работали в плановом режиме, так и будем продолжать. Также сегодня были прекращены полномочия Михаила Бердника. В составе краевого парламента он больше не числится. Причина – вступивший в силу приговор суда в отношении экс-директора Павловского сельхозколледжа. Его место останется вакантным. Проведение до выборов нецелесообразно. Срок полномочий АКЗС подходит к концу. А вот место единоросса Алексея Андронова сегодня занял бывший глава Усть-Калманского района Сергей Бродников. Напомним, Андронов отказался от мандата на декабрьской сессии в связи с переездом на новое место жительства. Николай Тихонов, Антон Червяков. Новости.